Секреты в шкафу Молин Джо. Одним из самых яростных, ядовитых Трампа-инавистников, безусловно, является в наших СМИ Джо Скарбера, ведущий вместе с женой Микой Бжезинский телешоу Молин Джо. Он зовет республиканцев экстремистами, клейнет позором противников абортов, переворачивает все с ног на голову, называет нелегалов нашими соседями и очень приветствует их. А, собственно, переворачивает все с ног на голову, называя Байдена самым лучшим в истории США президентом. И даже заводя глаза в небо, говорит, какое счастье, что у нас сейчас президентом Джо Байден, а не Трамп. «Был бы Трамп, у нас бы была уже давно, началась бы уже Третья мировая война». Вот так он говорит. Иногда его слушаешь и просто... Я редко его слушаю, но когда попадается... Безэмоционально это выслушать невозможно. Настолько это ядовито, настолько это глупо, настолько это полное вранье, ложь. Непонятно, зачем он это все делает. Но мы сейчас разберемся. Я вам расскажу, почему я считаю, вот это происходит. Вот освещение супер-вторника на MSNBC, где работает Джо Скарборо, это когда Трамп победил с оглушительным успехом, это вызвало просто шквал негодования, и это сопровождалось криками Джо, который, цитирую, что он там нес, Дональд Трамп, сказал Джо Скарборо, оскорбляет наших мужчин и женщин в военной форме каждый день. Каждый божий день он поносит наших военных. Вот так. То, что он страдает Трамп-беранжмент-синдромом, это безусловно, причем в тяжелой форме, но вы будете сильно удивлены, узнав, что Джо Скарборо с женой Микой были некогда закадычными друзьями с Трампом. В 2015 году они даже продвигали его избирательную кампанию. Вот в 2016 году CNN даже писал, что Джо Скарборо хвастался тем, что он давал политические советы Трампу и предложения по ведению его кампании. Джо и Мика, близко тогда дружившие с Трампом и его семьей, часто останавливались у Трампа в Мар-А-Лага и даже провели там, собственно говоря, неделю рождественские каникулы в 2015 году. Скарборо тогда отзывался о Трампе восторженно, восхваляя его как искусного политика и защищая от оппонентов, политических оппонентов и критики его в СМИ. Но вся эта дружба вдруг мгновенно улетучилась, когда Скарборо стали обвинять в предвзятости продвижении своего друга. Вот в той же статье читаем. В штаб-квартире NBC Universal отношения Скарборо с кандидатом в президенты от республиканцев стали предметом недовольства сотрудников и все более проблематичным вопросом для высшего руководства телеканала. Начали возмущаться боссы Скарборо с СМС-НБС. К ним подключились и журналисты, конечно, Вашингтон-Пост. В общем, демократы выступили единым фронтом в защиту компании Хиллари Клинтон. И апогей, вот разрыв этих отношений, наступил, когда в интервью Моринг-Жоу, кандидат в президенты, после победы на праймерис в Нью-Гемшире, Трамп, сказал парочке, «Вы, ребята, были моими сторонниками, и я это очень-очень-очень ценю». Это высказывание Трампа вызвало моментальную реакцию Скарборо и Бжезински. Они решили отгородиться и не допустить, чтобы кто-то вообще подумал, что они поддерживают Трампа. Вот с этого момента все у них и пошло наперекосяк, и дружба разладилась. А в 2017 году Джо вообще перешел в партию независимых и начал поносить Трампа почем зря. Но почему, спросите вы, вот Скарборо так отвернулся от Трампа? Как вообще он из друга превратился в клятого врага? Такая метаморфоза не может произойти без серьезных причин. Они, конечно, были. Еще раз, возможно, вас удивлю, но Джон Скарборо, доктор юриспруденции, был пламенным республиканцем и звездой, просто звездой республиканской партии. Он был одним из 40 новых федералистов, призывал к масштабным сокращениям в правительстве США, противостоял абортам, которые сейчас защищают, и был автором законопроекта о принудительном выходе США из ООН. Скарборо был членом Палаты представителей США от 1 округа Флориды с 1995 по 2001 год. Все, что он сейчас гнобит, вот он же когда-то и провозглашал, и защищал. То есть четыре раза, четыре срока он был конгрессменом Палаты представителей США. И вот просто хотелось бы понять, чего же так испугался пламенный республиканец, став таким непримиримым врагом Трампа. Можно было бы хотя бы перестать общаться. Нет, он превратился в такого настоящего Трампа-ненавистника. Триггером предательства стал тот факт, что на Джо Скарборо у демократов был компромат. Ну, о неприятном этом инциденте, о котором я сейчас расскажу, знал, конечно, и Трамп тоже. Когда Джо с Микой вдруг стали жесткими критиками президента, тот озвучил в Твиттере версию о том, что конгрессмен Скарборо, ставший телеведущим, убил сотрудницу, смерть которой была признана несчастным случаем. СМИ в 2018 году отвергли предположение президента о смерти в июле 2001 года 28-летней сотруднице Лори Клау Сутис в офисе Скарборо как беспочвенную теорию заговора, не стоящую даже расследованию. Однако ранее те же либеральные СМИ были не столь безусчастны. То есть когда Скарборо был республиканцем, на него очень даже много было написано подозрительных статей о том, что вот, наверное, все-таки у него рылится в пушку по поводу вот этой смерти. Как только он, поняв, что лучше все-таки не быть мишенью демократов, а стать с ними в один ряд, так сразу же они его стали защищать, отметая всякие возможные, так сказать, проверки, новые расследования по поводу того, что Скарборо мог быть участником вот этой истории. Вот ранее либеральные СМИ, да, это я уже сказала, либеральные СМИ были на стороне, вот сейчас либеральные СМИ стали на стороне Скарборо. Но в интернете я нашла статью от 15 марта 2011 года, которая называлась «Уродливая история в политическом шкафу Джо Скарборо». Ну, конечно, написана она демократами и явно имеет этот смысл, чтобы вот уничтожить республиканца. Но, что мне, почему я взяла именно эту статью, на тот момент Трамп даже еще и не планировал идти в президенты, а вот Скарборо тогда, собственно говоря, еще был республиканцем. Значит, что... Вот эта статья называлась «Уродливая история в политическом шкафу» и начиналась словами. Джо Скарборо, ведущий программы «Утренний Джо» на канале MSNBC дает понять, что он может быть снова готов баллотироваться на государственную должность. То есть, что их насторожило. И почему, собственно, написана эта статья. Если Джо все же окажется в избирательном бюллетене, избиратели, возможно, захотят вернуться к вопросу, была ли в офисе Джо Скарборо в июле 2001 года убита молодая женщина. А вот заканчивается статья такими словами, просто предостережением. Если Скарборо снова выйдет на политическую арену, избиратели должны задать серьезные вопросы о его прошлом. В самой же статье утверждалось, что найденная мертвой 28-летняя сотрудница Форт Уолтон-Бич Лори Клаусутис погибла в результате несчастного случая. Но несколько отчетов о расследованиях показывают, что официальное заключение весьма сомнительно. В статье довольно подробно описаны медицинские противоречия, несоответствия. Например, характер травмы головы Лори не предполагает случайной смерти. Версия о том, что здоровая женщина, она бегала марафон, занималась бегом, вдруг упала в обморок, ударилась головой о стол, да так, что умерла. Причем, как называется причиной смерти, сердечная аритмия. Ну, в общем-то, вся эта теория маловероятна. Были претензии и к тому доктору, который производил вскрытие. До переезда во Флориду вот этот доктор Беркланд практиковал в Миссури, но лишился лицензии в 1998 году за введение в заблуждение или неэтичное поведение и заведомо ложное заявление в отчетах о вскрытии. То есть, вот такой вот доктор производил вот это вскрытие, давал заключение. Вызывает сомнение, правда? Далее. Скарбор объявил об отставке и ушел из Конгресса в сентябре 2001 года. Через пару месяцев после смерти Клаусутис, пробыв на посту 7 лет. И объяснил он это, что, находясь в разводе, хочет проводить больше времени со своими сыновьями. А произошла его отставка всего лишь через фактически полгода после переизбрания на новый срок. Переизбрался он в 2000 году. Ну, слышали ли вы, чтобы конгрессмен уходил в отставку в самом начале своего срока. А вот развод его состоялся на фоне слухов о супружеской измене. Об этом как раз вот писал своих книг и Трамп. Так что версия о любовном треугольнике, в общем-то, не исключается. Статья не доказывает, конечно, что Джо Скарбора убийца. Но улики убедительно свидетельствуют о том, что смерть Лори Клаусутис была результатом не честной игры, а, собственно, не несчастного случая. Почему я решила об этом рассказать? Надо понимать, откуда растут ноги и откуда появляются вот такие аналитики на либеральных каналах, которые гнобят республиканцев, которые переворачивают все с ног на голову. Собственно говоря, то, что он сейчас делает, он себя оправдывает. Потому что сейчас, когда увеличиваются шансы Трампа стать 47-м президентом, Скарбора просто скукоживается от страха все отчаяннее, словесно уничтожая бывшего друга и пытаясь ежедневно отговаривать избирателей голосовать за Трампа. Вот и все, что он делает. И почему? Потому что он точно знает, что в случае победы ему, как и очень многим куражившимся над Трампом, не поздоровится. Мы создаем информационные ресурсы для всех, кому необходима реальная информация, чтобы иметь ориентиры в понимании сложнейшего политического мира, в котором мы все живем. Tukiaz Video Production — это новостные сюжеты, прямые включения, авторские проекты и прямые эфиры, в которых каждое слово имеет смысл. противники свободы слова лишили нас возможности монетизации, а на некоторых наших ресурсах даже размещение ссылок на финансовую помощь. Мы благодарны нашим меценатам, которые, финансируя Tukiaz, действительно помогают создавать информационный ресурс, объединяющий думающих людей во всем мире. Боретесь с произволом в политике, как и мы? Присоединяйтесь к нашему движению. Ведь победа возможна только когда мы боремся все вместе. Субтитры создавал DimaTorzok